Скажи, мой странный друг И знание страшит, но манит и зовет меня вдали маяк Пора бы, скажи, мой милый друг, где пища для души? Добрый вечер, дорогие друзья! С вами ведущая по кличке Мария Магдалина. У нас сегодня совершенно необычная встреча. Ну, обычно у нас сидит Леонид Иванович Маслов, все мы его хорошо знаем. Он советник экономического управления президента Российской Федерации. Он также доктор технических наук, профессор и академик всего, чего можно. Вот, но сегодня, и он, да, извините, он пишет откровения от Отца Небесного. Ну, я Мария Магдалина, понятно, но сегодня у нас в студии, и он уже вошел раньше времени, сидит Харон. И это правда. Хотите, верьте, хотите, нет. Но здесь собрались все герои. Вот, и эти герои имеют свое историческое прошлое. Ну, а Леонид Ивановича вы узнаете чуть попозже. Я еще раз Мария Магдалина, Мария Карпинская. Вам пока Харона представлять не буду. Харон, он и есть Харон, он пока помолчит. Хорошо, Харон? Ну, он же перевозит всех. Вы знаете, что делает Харон? Он перевозит души умерших куда-то там, то ли в ад, то ли в рай. Вот, а начнем мы с того, что у нас тема, продолжение темы, квантовый переход, как он есть. И вот первое слово мы предоставляем опять нашему дорогому, уже известному нам, любимому. Возможно, скоро он обретет тоже какое-то наименование. Вот как я, Мария Магдалина, он тоже будет как-то называться. Ну, пока он молчит, инкогнито. Леонид Иванович Маслов. Ну, добрый вечер. Я хочу сказать, что, конечно, Мария Магдалина тут немножко переборщила. Я пока никем не могу называться, но если по-серьезному говорить, то мы уже третью передачу говорим о квантовом переходе. Дело в том, что последние записи, которые я получаю, они как раз связаны с тем, что не все люди правильно воспринимают ту информацию, которая сейчас идет от создателя, о том, что подходит время квантового перехода. И люди почему-то понимают, что это судилище, которое всех приведет к одному знаменателю. Или плохо, или хорошо. Вовсе не так. Есть шанс, он нас любит, есть шанс нам всем перейти достойно этот квантовый переход и выйти на тот уровень шестой расы, который нам всем предначертан. Можно я перебью? Вот похоже, что по историческим всем событиям этим шансом был всегда Харон. Так что тут вот даже шанс сидит. Посмотрим. А Леонид Иванович, сразу вопрос такой. Дело в том, что мне уже звонили из Израиля, из моей дорогой страны. Звонили мои друзья. И они уже там прочитали ваши откровения, читают вовсю, значит, людям нового века, смотрят вот эти передачи. Их всех ужасно испугало. Они меня там уже с испугом звонят, с жутким. Вот, что 13-го, за 13-го сейчас, какой сейчас месяц? С сентября. Вот, там прочитали они последнее сообщение, и у всех волосы дыбом. Вот, там, значит, вот идут такие вещи, и еще до этого какая-то, что кому-то уже подписан приговор. Ну и народ зашевелился срочно. Узнать, кому подписан, кому договор не подписан. То есть, как это выяснить вообще? Как это вот понять? То есть, и что надо делать, чтобы все-таки минуть этого договора? Это уже мне звонили из Израиля народы. Это правда. Вы знаете, если они так внимательно смотрят эти передачи, или читают откровения, или смотрят в интернете откровения, да, то они должны еще были посмотреть другие цифры, другие дни, я имею в виду, да? И там есть дни, которые касаются меня, и я, знаете, не стал стесняться или скромничать излишне. А я решил, что люди должны знать, как создатель обращается со мной, и какая уготована мне судьба, потому что мы все нормальные люди, и, так сказать, у нас как бы предначертанный был путь такой. Родился, карьера, умер, да, так сказать. Ну да. И тут вдруг неожиданно совершенно... Катапалк. Вот, и вдруг неожиданно совершенно другие слова были сказаны. И моя судьба, я сейчас хочу, этого не хочу, но неразрывно связана с тем, что происходит. И мой выбор, и там интересные слова были сказаны такие, что вопрос о том, судьба, кем быть, это все предрешено там давно. Вопрос возникает, когда быть. Вот вопрос, когда быть, это относится конкретно ко мне, к моей готовности сказать слова, которые Господь мне уже вложил, я знаю эти слова. Сегодня первый раз в жизни, у меня была там беседа тоже на работе, люди же читают, интересуются. И я неожиданно для себя, я сказал слово «Я есмь». Я есмь, я боялся этих слов, и вдруг неожиданно, дважды я сегодня повторил. Значит, видимо, процессы какие-то идут. Так вот, если... Слава тебе, Господи! Да, и если отвечать нашему с вами друзьям, то я хочу сказать, что, понимаете, никакого судилища не будет, и не будет приговора. Но Господь, или Создатель, как хотите можно назвать, призывает нас посмотреть внутрь себя, потому что все, что мы имеем в этом мире, все тараканы в голове, и все проблемы от нас. Поэтому судилища не будет. Будет желание, или хотите, ну, может, требование, или рекомендация, нам всем узнать внутри себя, что мы из себя представляем. Это самое главное. Если мы поймем, что мы из себя представляем, что мы есть частичка этой великой гармонии, поверьте мне, никаких проблем у нас с вами не будет. Это самое главное. Люди ведь, смотрите, сколько веков пытаются себя отгородить от системы, энергетической системы, энергообмена мирового, да, ну, вся система создана кем-то, будем говорить, высшим космическим разумом, ради того, чтобы все было гармонично. Человек вписываться должен в эту гармонию. И если он не вписывается, он не нужен этой гармонии. И разговор такой, если человек поймет себя изнутри, и он поймет свое место в этом мире, поверьте мне, какие могут быть проблемы? Ну, Леонид Иванович, тогда вот прямо сейчас я сижу и сама уже боюсь. Почему боюсь? Боюсь, конечно, потому что вот я просто вам говорила там, и повторю еще раз, вот о гармонии. Вроде бы как у меня гармония, но вот когда вчера вот это я вдруг узнала, что меня нет в списке вот палаты общественной, да, и что я на грант этот, который маленький грант, вот для того, чтобы иметь эту аппаратуру, я не прошла. Вот, если честно, всякая моя гармония куда-то исчезла. Мало того, на меня вчера напала такая ярость, что если честно, я не знаю даже, вот и как с ней справляться. Вот это значит, что мне уже договор, ой, приговор подписан? Ну, зачем это так? Это частный случай, конкретно ваши эмоции. У него перед нами вся наша жизнь. Поэтому если мы говорим о том, что я, извините, такой же грешный, как и вы, я тоже иногда срываюсь. То есть, слава Богу, и вы срываетесь. Ну, ладно, слава Богу. Нет, я совершенно честно вам скажу, недавно тоже человека обиделся, совершенно несправедливо. А сколько раз меня обижали? Это бывает. Я хочу сказать, что, понимаете, да, мы на этой земле, в мире низких вибраций, и мы обязательно должны ориентироваться на то, что нам даёт Господь предназначение. Ради Бога, посмотрите внутрь себя. Но давайте мысли наши сделать чистыми, потому что между мыслью и словом пропасть. Мы думаем иногда хорошо, а слова вылетают грязные. Понимаете? Поэтому задача наша только в одном. Подождите. Задача только наша в одном. Чтобы мы заглянули в себя. Больше ничего. Леонид Иванович, это пока, извините, товарищ Харон, я вас пока дрогать не буду. Вот. Значит, такой момент. Опять. Ну, я не читала последнее, но надеюсь, что прочитаю. Читайте, очень интересно. Без всего у меня создаются ощущения, и позвольте, я буду уж как ведущая, имею право. Тем более Мария Магдалина снес спрос какой. Вот. А, никакого. Вот, значит, уже... Ошибаетесь. Вот так. Харон тут вмешался. Всё, я молчу. А я его поддерживаю. Есть, товарищ Харон. Молчу. Лодочка. Я молчу, когда вы правы. А когда вы не правы. Как же я могу молчать? Извините. Всё, я молчу. Ой, еду. Нет, вы разговариваете. Но только делайте тогда лакмусовую бумажку. Вот раз, покраснело. Вот раз, позеленело. Видите, покраснело. И сразу будет внутри. Внутри. А если побелело? А если побелело, смерть придёт. Это уже Харон приедет тогда. Нет, пока покраснело. Пока не приедет. Пока, слава Богу. Так вот, я чего ещё хотела у Леонида Ивановича? Значит, у меня создаётся впечатление. Ну, давайте так вот. Так как у нас программа называется «Беседы о пророках», то вот мне известно, да, что на протяжении всех времён и веков всех пророков, извините, побивали камнями, там размазывали, растирали, что там ещё там, ну, уничижали там. И вообще на них выпали. На крест. На крест вешали или под крест. Они были как бы тем козлом отпущения, вот, на которое сваливали все грехи. Извините, не буду говорить, кто, но однажды я что-то говорила о том, что вот о пророках. И мне тут один мой знакомый, не буду называть его имя, он мне сказал, да, хоть ты знаешь, что если сейчас хоть один человек заявит, что он пришёл, вот, как Отец Небесный, извините, там, пророком, то вот, что называется, ты хоть понимаешь, что столько вот люди осознали, сколько всякого дерьма здесь происходит, сколько всего случается, и что всё, вот, вот на него, типа, да его на части просто разорвут. А я говорю, да нет, не то время уже. Уже 21, на дворе 21 века никто рвать на части не будет. Вот. И, ну, у вас проскальзывает тема, как по Достоевскому, в ваших откровениях, ой, в откровениях, которые вы пишете, проскальзывает некая тема всё-таки такая вот, такого, ну, как это, жертвы. Безысходности. Безысходности жертвы и того, что вам, образно говоря, ну, всё-таки влетит по первое число, да, то есть вам вломят. Извините, что так говорю. Вот, а вы как сами-то считаете, возможен ли другой вариант без вломления, вот это вот прохождение как-то по-другому? Ведь 21 век. Абсолютно. Можно ответить? Да. Я постараюсь быстро. Во-первых, действительно, тот, кто смотрит сайт откровения, я просто прошу обратить внимание на вот последнее, потому что такой вопрос, который вы сейчас задали, мне задали несколько человек тоже. Что ждёт, да? Какова судьба? Ну да, и я ещё, да? И в ответ на это, в ответ на это очень интересные слова были. Они, честно говоря, меня как-то успокоили, потому что я так же, как и вы, боюсь этой ситуации, потому что я не знаю, что произойдёт. В давних откровениях на мой вопрос был такой ответ. Голгофы креста не будет, но то, что синяки будут, к этому надо приготовиться. Поэтому это я понимаю, да? С другой стороны, вот та безысходность, или, извините за грубые слова... Безысходность, давайте честно. Или можно сказать, козёл отпущения, да? Ну да, козёл отпущения. Да, но, значит, такой вопрос мне задан был, и было сказано, что нет, это неправильная трактовка. И люди даже, знаете, как сказали, что почему-то такие жестокие слова, вот даже такое слово было, идут в откровениях. Нет жестокости. Было сказано так, что поскольку судьба этого человека, и от этой судьбы этого человека, лучше так сказать, зависит судьба многих людей, и тот порядок событий, который вот наступает, то малейшая ошибка не должна... Моя ошибка, я же человек. Малейшая ошибка не должна привести к тому, что вот этот порядок будет нарушен. Нет времени на вот исправление ошибки. И в этом отношении я знаю, и я вижу, и он мне говорит, что он контролирует всех людей, которые вокруг меня, и все мои поступки. Сейчас даже возьму и скажу, что-то вот, да, стихи такие. Не надо в страхе ждать распятия, как неизбежности проклятия. Ведь мысль — великое творение, и нету ничего полезней от всех, недуговой болезни, благое мыслью творить. Вот я думаю, что уже в 21 веке вот этой дикости всякой такой не будет. Мало того, если человек... Вот все-таки вы побаиваетесь, он побаивается. Да, вы Харон не в курсах. А кто нет, да? Да, а кто нет. И Харон побаивается. И Харон боится. Все, одна я не боюсь, все понятно. Боится. Значит, тогда я за всех... Я-то... Да чего мне бояться? Харон боится. А, Харон боится. Он боится большой работы. Большой работы. Много, очень много людей на сегодняшний день живут не в ладу с душой и совестью. Вот почему он боится. Ведь расплата всегда бывает. Почему-то ее откладывают на потом, а она наступает. Правильно вы сказали. Скоротечность времени не позволяет нам долго ждать. Значит, я еще раз, извините, перебиваю тех, кто слушает нас. Вот вам может показаться, что это спектакль, что это шоу. Сидит Харон, сидит Мария Магдалина, сидит будущий Отец Небесный, который войдет. Но каждый имеет право расценивать все это так, как он считает нужным. Вот считаете вы нужным, что это шоу, что это спектакль? Считайте. Вот. Каждый по-своему. Вот как хотите, так и оценивайте. Данное, происходящее в этой студии, то, что вы видите, вот вам дано право слышать, чувствовать, рассуждать, мыслить. Но действительно, вот сегодня я сижу между двух людей, один из которых по какой-то неведомой, так скажем, ну, силе, которая пишет через него, который зовет себя Отцом Небесным, извините, берет на себя ответственность, берет на себя ответственность за вот этот квантовый, как я понимаю, переход, чтобы как можно большее количество людей смогло перейти в новую... В шестую расу. В шестую расу. Вот. Из пятой в шестую. Он так утверждает, хоть и мы верим ему, хоть и мы не верим, это наше право. Вот и здесь, конечно, осуждать того, кто не верит, тоже, по-моему, нет никакого смысла. Можно добавить? Да. Госпожа Магдалена, я бы добавил вот как. Ум у каждого свой, разум свой, но смотрите, как интересно, все, что не осиливается умом, отвергается, забывается и говорит чушь. По одной простой причине. Оказывается, функции мозга можно перегрузить, и они тогда запылают, как костер, и тогда тела не будет, поэтому слабый ум всегда говорит чушь. И только ум сильный, мощный, широкий, дает возможность другим идти за ним, след в след и следовать. Вот почему люди и будут следовать за пророком. За пророком. Итого, сегодня, спасибо большое Харону, сегодня, наконец-то, с большим скрипом, я бы сказала, вот, ну, все-таки, видите, двое сидят, и они говорят, пророк. Вот он здесь сидит, Леонид Иванович, пророк. И мы признаем, и мы на самом деле, что происходит со мной, ведь у меня тоже душа болела за страну, за все, что происходит. Но почему я с удовольствием говорю это слово, пророк, потому что вот та часть ответственности, как Атлант, стояла с детства, правда, и держала вот это небо на плечах. Надоело вот одной держать, думаю, боже ж ты мой, уже сил моих нету. Можно я отвечу? Слава Богу, появился, да? Тогда можно сбросить ответственность. Понимаете, значит, вот очень хорошо сказали, да, вообще, какое предназначение человека здесь, на этой земле, да? Достичь свободы. Хорошо. Свободы, да? Но свобода сопровождается другим словом, ответственность. И я совершенно осознанно понимаю то, что я пишу, и та ответственность за те слова, которые я говорю, она очень сильна, и я несу эту ответственность смело, но Господь мне еще не говорил право, не дал право говорить такие слова, я пришел. Как скажет, так и будет. Но мы уже знаем, что пророком будете вы, так? Но мы же уже знаем, мы же читали, и мы говорим, вот я говорю, я говорю. Предварительно. Ну, имею право говорить. Вы знаете, как интересно? Послушайте, в какое время мы живем, да? Вдруг мы вот трое сидящие и говорим, а ты знаешь, тебе сказали, ты будешь пророком, да? А вы знаете, как интересно? А трое? Другое. Трой дух говорит. Я бы здесь сделал, вот какое замечание. Пишет рука. Пишет рука. Думает ум. А вот предназначение выносит и объявляет. И объявляет душа. Мы разнимся на земле старостью своих душ, их мудростью и величием. Есть душа великая, есть разная. И поэтому разная дотягивается до великой, хочет им стать. И ум тогда начинает вытягиваться за душой. Поспевать или не поспевать? Вот вы же пришли, Харон, со стихами. Да, значит, когда он сказал мне и искренне признался, что он Харон, а я сразу поверила. Правда, потому что я верю. Это правда. Человек сидит Харон. Вот ведь у него же сразу на эту тему и стихи пошли. Прочитайте, пожалуйста. И никуда не денешься, это же правда. Просто правда. Это не стихи. Это то, что было сутью, наверное, 45 лет творческой деятельности в науке. Я нейропсихолог, я доктор. А вот зачем вы раньше времени сказали? Нет Харон. Я сначала Харон. Тогда пришел я сюда, потому что меня не спор, а это собеседование двух душ удивило, обрадовало и насторожило. Поэтому некоторая суть была выражена вот в таком маленьком эссе. падение души или возрождение? Кто звал меня? И вот я здесь. И звать меня Харон. Я это взял имя сам себе. Теней я, господин, везде. И кормчий той ладьи, что перевозит души, у тела их забрав, в иной отправит мир. Есть души добрые, есть злые, есть сильные, есть слабые на вид. Как жалок вид у тех, где господином ум себя считает, и там на троне пребывает услады и греха. Они при жизни души отмирают. И в путь, и в мир иной идти уж не желают. Нет сил у них, потухли, угасают. Преступник ум не ценит, да и слушать не желает совета той, с кем связан он с судьбой. Что жизнь ему дала и связан он всегда. Духовное начало в себе ты возроди, им следуй и себя люби, достойный труд познай, детей роди и воспитай, создай счастливую семью, любовь к себе зажги. К себе и в себе. Как много ты найдешь в пути, иди, но ум, лентяй, быть паразитом хочет. И силы у души берет на кутежи, не достижения и труды, на миражи. Те души, что забрать я не успею у глупого ума, уж к вселению в человека непригодны. И только жизнь зверей и птиц прожить опять придется им, а может быть родиться баобабом. Ведь силы на человека не хватает. Ведь квантов переход осилит лишь душа, прожившая с умом в ладу, и отведет тогда беду рука пророка. Опа! Показываем пальцем. Что делать тем, что жили не в ладу? Ответы один гореть в аду. Я просто поплодила. Оно само родилось, когда мне сказали, что плантов переход и пророк. А пророк я не знал. Я не знал, что пророк есть. Я знал, что он назначен, но не знал, кто. Теперь я вижу и я рад. Познакомились, с пророком, познакомились. Я рад, я очень рад. Знаете, когда человек занимается в мире техникой, умом и созиданием, то он может быть назван земным пророком. Когда он занимается духовной сущностью и воспитанием, он духовный и небесный пророк. И мы его имеем. Здравствуйте. 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 Да. О, как здорово. Вот видите, какая интересная передача. На ней вот получается просто что это? Таинство, да? Вот сейчас происходит... Откровение какое-то. Откровение в живом состоянии, когда вот я тут сижу присутствую и вас нечаянно соединило. Похоже же так. Похоже так. Вы знаете, я вам так благодарен. Знаете, за что? Чтобы решиться сказать такие слова, нужно мужество. Потому что мы все-таки земные. Сила мужества. Сила мужества. Потому что страх присутствует. Не то слово. Да. И я сегодня первый раз его слышал, когда меня так назвали люди мной все, мной уважаемые, да? И не просто вы же ради красного словца это сказали. Нет. Зачем? Красных слов здесь нет совершенно. Здесь есть вера. Вера и знания, которые соединены в, наверное, человеколюбие. Больше ничего. А вы говорили, что он читал. Кстати, вы знаете, я так вам благодарен. Знаете, почему? А мне? Нет, я двоих сразу говорю. В некотором смысле повторяется эта история Христа. Ведь Мария Магдалина и Иуда Искариот помогли ему сформироваться. Было очень трудно ему принять это решение. А может быть, Иуда Искариот и был хороном? Нет. Нет. Вы знаете, почему? Иуда, он делал хитрость, он хотел выжить и быть внутри себя проклятым, чтобы начать новую жизнь. Абсолютно. Вот только так. Какая глубина подвига. Да. Вот, а сейчас можно я вас познакомлю, кто такой Харон на самом деле? Значит так, написано, нейропсихолог, член Европейской Ассоциации Психотерапии, доктор, каких психологических наук, профессор, академик МАГН. МАГН это Международная Академия Гуманитарных и Естественных Наук имени Князей Щербатовых. Это очень высокая Академия. Это очень высокая Академия. Она позволяет соединить разные страны, разные понятия, разные направления школ. Этот путь мне ладонью отмечен. На высоком обрыве разбутия времен Каждый чем-то своим Объянен и пленен Только ради чего в эту бездну плюем, чтоб проверить, как скажется в будущем. Может быть, но ведь с прошлого нечего взять, а поверить не сверить, понять не принять. Чем же только вот душу скажите унять человеком пока что я буду душу. Редактор субтитров